Мы так тогда и сделаем. Друзья, прекрасен наш союз. Немного волнуюсь, радуюсь. Сейчас была такая замечательная лекция профессора Кристакиса, Николас Кристакиса из Ельского университета. И мы беседовали очень так хорошо, как раз во многом говорили про то, как отказ от вредных привычек с точки зрения современной такой социальной нейронауки. Я думаю, сегодня чуть-чуть поделимся этим. О чем будет наша сегодняшняя дискуссия? Ну, я думаю, то, что вы в курсе, что здесь форум происходит про здравоохранение, но называется он более правильно, чем форум какой-то системы здравоохранения. Он называется форум или ассамблея «Здоровая Москва». Это про здоровье, это не только про систему здравоохранения, не только про медицину. И если мы посмотрим научно-исследовательские какие-то данные, мы поймем то, что от генетики, собственно говоря, медицины не так многое зависит в нашей жизни. Безусловно, гены и медицина создают определенный такой важный бэкграунд для нашего здоровья. Но в основном наше здоровье зависит от социального окружения, от наших привычек, от нашего поведения, по большому счету. И поэтому в этом смысле, наверное, часто, когда мы говорим про здоровье, мы неправильно концентрируем, как мне кажется, наши силы. То есть мы тратим все силы на 80% действий, которые дают всего лишь 20% успеха. Но если мы будем тратить свои силы на 20% наиболее важных действий, которые дадут 80% успеха, то мы сможем экономить ресурсы и быть на самом деле более здоровыми и счастливыми. И в этом смысле мы сегодня будем говорить здесь о самом главном, о тех самых 20%. И здесь, подходя к этой части, у меня всегда есть внутренний такой вопрос. То есть, ну ладно, окей, можно понять людей, которые чего-то не делают для улучшения своей жизни и здоровья, потому что, может быть, там нет времени, как показывает статистика в ЦОМ. То есть, почему люди в основном не занимаются, им кажется, что у них нет времени, или у них не хватает мотивации. У некоторых даже забавно, вот, готовился к сессии, читал как раз статистику, и у некоторых людей, они говорят, что на здоровье не хватает, чтобы заниматься здоровьем. То есть, причем это, наверное, процентов 60, вот так считают людей, это парадокс. Вот, особенно вот с возрастом. Ну, понять это тоже можно, вот, но... Так вот, понять в целом можно эту позицию, что я не хочу что-то делать экстра для своего здоровья. Но проблема заключается в том, что мы часто делаем много вещей, которые нас буквально убивают, уничтожают. Это алкоголь, это избыточное какое-то питание, это употребление психоактивных веществ, ну, разных наркотиков, это в том числе беспорядочные половые связи, это то, что нас действительно делает слабее, то, что лишает нас здоровья. И некоторые исследования, последние, которых сейчас стало довольно много, показывают, что во многом это происходит за счет того, что мы как бы стали меньше что-ли любить друг друга. Вот, знаете, распространение социальной изоляции, одиночества, которое, например, в Соединенных Штатах и в Европе приобрело масштабы уже эпидемии, приводит к тому, что разобщенность между людьми становится наиболее важным социальным стрессом. И вот это одиночество выходит на такой первый план уже среди факторов риска. Например, женщины, которые социально изолированы до диагноза рак молочной железы, по сравнению с социально интегрированными, умирают на 214% чаще, как показали исследования университета Калифорнии, Сан-Франциско, профессора Кендес Кренки. Ну, в общем, много здесь еще об этом можно говорить. Вот, основная цель нашей сегодняшней встречи – поделиться, во-первых, друг с другом своим представлениями о том, как мы, собственно говоря, сами справляемся с вредными привычками, как мы сами выбираемся из своих собственных проблем и как обучаем людей, которые с нами связаны это делать. Вот, здесь собрались специалисты во всех областях нашей жизнедеятельности разных, и там, врачи, и спортсмены, и полгипнотизер даже, поэтому, значит, известный. Поэтому, в общем, совершенно изо всех сторон жизни, вот, и мы… У каждого есть определенный опыт решения проблем с вредными привычками и обучения людей, как решать эти проблемы. И последнее, наверное, то, что мне хотелось перед тем, как передать слово ребятам сказать, ну, во-первых, представить всех, вот, но поделиться совершенно коротко своим опытом. Дело в том, что та проблема, о которой мы можем говорить сегодня, от нее никто не застрахован абсолютно. В 2011 году я попал в очень тяжелое состояние своей жизни, вот, буквально умирал каждый день. То есть я себя обнаружил алкоголиком, наркоманом, человеком, который употребляет, казалось бы, так сказать, вещества разные, которые в обществе в нашем, в топовой среде не всегда считаются запрещенными, точнее, как они запрещены, но считаются социально приемлемыми употреблять их. Вот, и я как-то не отдавал себе отчета в том, что я просто буквально тону. И только лишь когда я стал просыпаться каждый день с желанием закончить жизнь самоубийством, у меня не было сил, чтобы просто встать с места, и потом еще мне поставили тяжелый диагноз, еще от Боретта. И, в общем, все вот это состояние в совокупности, вдруг, несмотря на то, что я был врачом, несмотря на то, что я забрался на самый топ медицины, там, общался с президентом и так далее, несмотря на вот этот, так сказать, казалось бы, успех какой-то, я вдруг себя обнаружил в какой-то дыре черной абсолютно. Вот, поэтому никто от этого не заинтересован. Вот, у каждого из нас наверняка есть опыт столкновения с какими-то сложными состояниями и помощи людям с этим. Вот, я хочу представить наших участников дискуссии. Ну, давайте, как сказать, пойдем, я не знаю, для вас справа налево, слева направо. Вот, Владимир Волошин, вице-президент по маркетингу в ФСО «Трудовые резервы», партнер «Ньюман Спорт», «Айрон Стар», «Роза Ран». Ну, я Володю вообще видел постоянно где-то в сетях и везде, как легендарного для меня человека. Вот, и мне все время хотелось познакомиться как-то и опылиться вот этой энергией какой-то, и поближе стать к спорту тоже через тебя. Вот, очень рад и благодарен за то, что ты присутствуешь. Макс Джорилла, основатель школы «I Love Super Sport», но с Максом… Да, давайте поаплодируем. С Максом у нас, мне кажется, вообще давняя любовь, вот, и вообще такой близкий контакт. Я очень благодарен за то, что Макс есть вообще, во всяком случае, в моей жизни, вот, и то, что вот это сделано, команды «Макс», «I Love Super Sport» — это просто очень крутой проект, и просто гордость на самом деле. Вот, справа от меня Пол Макена, писатель, бетранский гипнотизер, специалист по саморазвитию, и Алексей Утин, главный врач, смарт-чекап. Друзья, да. Так вот, мы будем обсуждать, как отказаться от вредных привычек, какие методики работают, например, чтобы бросить курить, употреблять алкоголь, начать бегать. И последнее, наверное, данное в СОМ показывает, что россияне стали значимо меньше курить. Процент людей, которые бросил курить, вырос за последние лет 6-7, примерно, в два раза примерно вырос процент людей. Это очень большие позитивные новости, но при этом вот пить сильно меньше не стали, и есть сильно меньше не стали. Ну, в общем, поговорим об этом, да, и мне хочется, да, ну, слава Богу, да, я хочу передать слово Полу, для того, чтобы он мог поделиться своим опытом решения проблемы курения в частности, ну и вообще то, что вы посчитаете правильным, Пол, будем очень рады вас услышать. Спасибо. Большое спасибо. Я очень рад быть здесь сегодня. Многие люди спрашивают, как бросить курить, потому что на самом деле гипнотизеры помогают с этим, помогают бросать курить. И на самом деле для начала я бы хотела сказать, что это привычка курения. Да, я не родился с желанием курить, вам нужно было научиться курить. Если вы курильщик, да, первый раз, когда вы покурили, наверное, вы начали кашлять, вам не понравилось вообще. То есть курение вам для вас делает две вещи. То есть первое, на самом деле это вас успокаивает. Там есть химические вещества, это токсины. И в ответ на эти токсины ваше тело производит эндорфины, да. То есть это вас действительно успокаивает, и вы чувствуете себя лучше, да. У вас эмоциональный подъем. И люди говорят, что люди начинают курить от стресса. Это до того, как мы узнали, что действительно от этого страдает здоровье. Любая привычка, да. Когда вы, например, были ребенком, вы научились открывать дверь, и вам нужно было учиться завязывать себе шнурки. Да, то и у вас нужно было сконцентрироваться. Вы пару раз это проделали, и этот навык автоматизировался, да. То есть у вас как в голове, как уже как компьютерная программа сформировалась. Что происходит? Вы видите дверь, и вы подходите к ней, и ее открываете автоматически. Потому что вы потренировались, это сделали несколько раз. А курение то же самое, да, как любая вредная привычка. У привычки есть своя функция. Все, что мы делаем плохого, да, там есть позитивное намерение, положительное намерение от курения. Это успокоить себя. Но есть еще другие естественные способы, как можно себя успокоить, да, и не рисковать жизнью, как с сигаретами. То есть, что происходит? Курильщики, они сразу же, да, впадают в стресс и хотят покурить, да. Очень часто люди курят, например, утром с кофе, потом после обеда выкуривают сигаретку, а потом, например, более интимных каких-то действий. То есть, сигареты становятся частью их жизни, и на самом деле, да, это часть их идентичности, часть их личности. И как гипнотизеры, и как я помогаю им бросить. То есть, есть тут ряд вещей, которые я делаю. Первое, все знают, что это плохо, но тем не менее продолжают. Люди себя, можно сказать, отравляют сознательно с помощью сигарет, да, это плохая привычка, да. Во-первых, я заставляю их задуматься, да, да, если вы хотите изменить это, да, подумайте. Я хочу, чтобы вы сейчас подумали, что же с вами будет в будущем, если вы продолжите курить. Какие будут результаты, последствия, да, в будущем, например, у вас будет сердечный приступ, рак, заболевания легких и так далее, да. То есть, я им рисую черными красками черное плохое будущее. Да, первое, да, они когда пугаются, впадают в стресс, они хотят покурить, да, у них уже такой рефлекс. И что можно сделать? Я заставляю их подумать о будущем без сигарет, представить его. Первое, они говорят, ну, я не знаю, смогу ли я без сигарет жить, тогда я использую гипноз. Это естественный процесс релаксации, расслабления. И большинство людей расслабляются, то есть, они расслабляются, и это глубокое расслабление, это как дневной сон. Это не то, что обычный процесс сна, то есть, это такое состояние, свободное состояние, да. И почему вот оно приятно, это состояние расслабления, да, у вас какие-то картинки, вы можете себя представить. Себя, которое может сделать то, что вы даже не можете представить себе. То есть, вы более амбициозно думаете, креативно, да. Когда я могу представить, что я расслаблен, провожу весь день на работе, мне нужно курить, да. И, например, закончил ужин, и после ужина не могу представить, что не буду курить, потому что я не хочу быть рабом никотина, я хочу быть свободным. И после того, как они представляют это несколько раз, я заставляю их действительно стать участником этого фильма, да, который они представили, вот этого слайда. И наша часть, которая отвечает за наши привычки, нашего мозга, что нам нужно делать? Представлять мир без сигарет и состояние, когда вы более здоровы, с большей энергией, чтобы они себя хорошо чувствовали. И они также горды собой, потому что они действительно превозмогли эту плохую привычку, да. И на самом деле нужно использовать внешние средства для того, чтобы контролировать то, что вы делаете, да, это секс, шоппинг, наркотики, алкоголь, курение и так далее. Я еще об этом поговорю. И что делает гипнотизер? Он дает ощущение спокойства и мира, которые давали сигареты, но в естественный способ. То есть они приходят и говорят, я их заставляю думать о ситуациях, когда у них стресс, и они хотят закурить от стресса, да. То есть и я им заставляю подумать о них ситуациях, но они в состоянии спокойствия, да, и тогда они не ощущают потребности потом, через несколько раз в сигаретах. Спасибо. Ну, я помню, как я бросил курить, мне товарищ помог, мы заключили пари на 10 тысяч долларов, что если я закурю, значит, я им должен буду выплатить. Меня нисколько, наверное, 10 тысяч долларов пугали, хотя это приличная сумма. Вот, мне не нравилось, что мне ему надо, что он на этом заработает, вот. И мне это... Но это сработало, да. И мне кажется, что это была большая любовь какая-то с его стороны в мой адрес, потому что вот, как так, и сегодня ровно 10 лет с того момента, как я не курю. Вот сегодня так совпало, сегодня день, вот реально, у меня даже напоминание пришло. Я запомнил тот день, когда я подписался, вот. Алкоголь я не употреблял до последнего времени 7 лет, а потом мы с супругой съездили в Грузию, и, значит, там вино, вот, на каком-то этапе вдруг почувствовал, что Грузия, она без вина как-то нет, не заходит, вот. Ну, и вот, в общем, и вино начали немного пить, вот. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, вот, во всяком случае, отношениям, слава богу, это не мешает, вот. Вот, хочу передать слово Максу. Спасибо. Готов, да? Вот, Макс, расскажи, пожалуйста, про вообще, как бороться с средними привычками. Когда я бросил курить? Когда ты бросил курить? Я не знаю, что ты, может, бросал еще. Да, я бросал. В общем, давай, мочи, правда, Марка. Тоже где-то лет, наверное, 10 назад, может быть, даже чуть больше. Но у меня нет такого прям дня, я его не помню. Ну, давай так, у меня есть несколько мыслей, которые я хотел бы рассказать. И дальше мы, наверное, можем, когда все выступят, подискутировать, и в том числе с вами. Ну, во-первых, по поводу заголовка, по поводу поиска мотивации. Есть очень хорошая фраза, я сказал, не я, поэтому на меня не надо за нее обижаться. Я сказал, Артемий Лебедев, один из российских дизайнеров. Он сказал, в ответ на вопрос человека, как мне себя мотивировать, он сказал, да никак не мотивируйте, оставайтесь в жопе. Ну, то есть, это не я сказал, поэтому на меня не надо обижаться. Это к тому, что все равно всегда изменение привычек или чего-то в жизни, это есть выбор самого человека. И пока этот выбор не будет им сделан, ничего не произойдет. То есть, нет такой внешней силы, которая могла бы заставить кого-то там бросить курить или еще что-то начать делать. Можем, кстати, провести эксперимент социальный. Можем? Да. А поднимите руку, кто курит. Спасибо. Теперь не опускай ее, не опускай ее. Поднимите вторую руку, если вы знаете, что это вредно. Ну, что вредно курить. Окей, спасибо. Ну, почти все. А те, кто не поднял, мне кажется, несколько лукают, потому что они тоже знают, что это вредно, но при этом продолжают курить. И это абсолютно нормальное наше поведение. И тут как бы еще одно объяснение того, что там Минздрав предупреждает, что курение опасно для здоровья, оно не работает. А теперь, кстати, к тем, кто поднимал руку, вопрос, только честно, поднимите руку, кто хотел бы бросить. То есть, ну, кто внутри как-то считает, что это какая-то фигня в жизни, лучше с этим супер. Заметьте, что это не все руки, которые были подняты в первый раз. То есть, не все хотят бросить. Вот те, кто сейчас не поднял, им никто не поможет, даже гипнотизер. Тем, кто поднял, может быть полезно услышать какие-то методы, как это сделать. Вот. В данном случае идея моя, Дим, крайне простая. Здоровье – это определенный ресурс. То есть, вот вся ассамблея посвящена здоровью, и оно как бы ставится в центр и объективизируется. Но при этом я абсолютно уверен, что в самом по себе объекте здоровья ценности, как в таковом отдельном, нет. Но оно никому нам не нужно, само по себе. Здоровье – это некоторый ресурс, это способ. Если ты здоров, если у тебя есть сила, если у тебя есть энергия, если у тебя работает голова и светлый ум, то это позволяет что-то создавать в своей жизни. И чем, наверное, более ты здоров, тем больше ты можешь делать. И тогда возникает очень большой вопрос, если это ресурс для жизни, то вопрос, а для чего нам в жизни, ну, или мне, или каждому, это здоровье. То есть, есть ли какие-то цели, есть ли какие-то задачи, есть ли что-то, для чего нужен другой уровень здоровья. И тут мы подходим к тому, с чем я всегда, когда я говорю это, со мной все начинают спорить почти всегда. Я говорю, что у каждого человека уровень здоровья, который сейчас есть, абсолютно оптимальный. Относительно тех целей и тех задач в жизни, которые есть. То же самое с весом, когда кто-то говорит, ой, там, у людей там лишний вес. Ну, лишний относительно чьей-то оценки. А для этого человека это нормальный вес. То есть, этот вес позволяет ему жить ту жизнь, которую он хочет жить, и решать все задачи в ней. Потому что, следите за руками, потому что если бы у него в жизни были другие задачи, для которых был бы нужен другой вес, или для которых был бы нужен отсутствие курения, то у него бы уже был и другой вес, и отсутствие курения. Ну, просто таких задач нет. И все. Таким образом, если те, кто поднимал обе руки, те, кто хочет поменять ситуацию в своей жизни, ключ лежит не столько в работе даже с этой привычкой напрямую, это, она же уже следствие, сколько с причинами, а причины это ваши цели. Задайте себе вопрос, какие у меня цели в жизни, для которых мне надо, там, не курить, для которых мне надо весить меньше, для которых мне надо бегать по утрам и так далее. Какие у меня цели? И вот это очень непростой вопрос. Особенно, когда, например, вам, ну, в России этот предел обычно около 50, человеку 50, я много таких знаю, и все, уже жизнь закончилась. Какие там цели? О чем думать? А если 60, то все. Ну, это же не так. В любом возрасте можно задать себе вопрос, какие у меня цели, что я хочу, о чем я мечтаю. Я сегодня с утра в бизнес-школе Сколково организовывал встречу своего партнера по бизнесу. Его зовут Леонид Богуславский. Ему 68 лет. Это один из, наверное, самых успешных российских инвесторов сейчас. Его состояние около 2 миллиардов долларов. Он в списке Forbes в самом его начале. И это единственный человек в начале списка Forbes, у которого деньги заработаны не ресурсной рентой, а его собственным умом. Он был первым инвестором в компанию Яндекс, услугами которой, наверное, многие здесь сидящих пользуются. И мы с ним встретились чуть раньше, чем начиналось наше мероприятие. И он говорит, слушай, ты мне прислал, хотя я ему не присылал, перед Новым годом видео о постановке целей. А мы в суперспорте каждый год делаем такое мероприятие, на котором люди, я приглашаю всех, кому интересно подумать о своей жизни на будущий год, поставить цели. И в этом году у меня не было настроения делать мероприятие публичным. И я команде сказал, давайте запишем короткое видео, я просто расскажу методологию, как на жизнь посмотреть и как цели поставить. А люди в Ютубе посмотрят, кому интересно, тот поставит. Ну и потом мы ставили это в рассылку, и Леонид, видимо, случайно получил это в рассылке. И он говорит, я как-то летел в самолете, вот в Новый год, и посмотрел твое видео и думал, поставлю-ка я цели. И он говорит, я взял, говорит, прям твою эту методологию, 10 блоков жизни, и, как ты сказал, говорит, по 5 целей в каждой написал. И вот, говорит, хочу с тобой поделиться. Достает телефон, открывает, и начинает мне зачитывать цели в каждом из блоков в своей жизни в 68 лет. Человек, который заработал денег больше, чем у нас всех вместе взятых в этой аудитории. И там есть цели, связанные со здоровьем, со спортом, с семьей, с его детьми. Дом там он хочет достроить, ну и так далее. То есть, как обычного человека. И я сижу, слушаю и думаю, блин. И потом я сюда ехал, с женой разговаривал по телефону. Говорю, прикинь, говорю, Богуславский цели поставил и решил мне рассказать об этом. Она говорит, ну да. Она говорит, а ты видел комментарии под твоим видео в Ютубе по этому поводу? Я говорю, ну, я примерно догадываюсь. Ну, то есть, там комментарии типа, ой, еще один какой-то лайф-коуч расскажет, что надо ставить цели, это все полная херня. И вот в этот момент понимаешь, что есть какая-то теория, есть практика. И в зависимости от того, как человек живет, под это подтягиваются потом и здоровье, и привычки, и все остальное. Ну, поэтому завершая, хочу сказать, что если вы хотите поработать с вот этими привычками, то не стоит на них особо фокусироваться. Подумайте чуть глубже о том, что вы хотите в своей жизни в разных областях. Поставьте цели, сейчас начало только года, на этот год. И эти цели, они как звездочки, они как бы приведут к тому, что бросить. Я вот не просто так бросил. Что, я курил и не знал, что вредно курить, что ли? Конечно, знал. Ну, курил. Или что, жирным был и 115 килограмм весил просто. Крустовчик. Да, я не знал, что лучше быть худым, что ли? Да, конечно, знал. Но пока цели не появляются, ничего не меняется. И, собственно, поэтому мы делаем суперспорт, в котором мы предлагаем людям поставить цели в спорте. Ну, например, взять и поставить цель проплыть тысячу метров без остановки, кролем. Даже если ты не умеешь. И все. Как только у человека цель появляется, он начинает на тренировки ходить. После тренировки он понимает, что, ой, блин, курить вредно, оказывается, надо не курить. Есть много не надо, потому что с утра тяжело плавать будет. И вся жизнь меняется. И вот такая магия происходит. Спасибо. Спасибо огромное. Да, давайте поаплодируем. Перед тем, как передать слово следующему спикеру, хочу дополнить и горячо поддержать Макса, потому что в живых системах, когда мы смотрим на любую живую систему, результат деятельности является системообразующим фактором, если говорить с научной точки зрения. То есть получается, что цели, которые мы осознаем или которые мы, как называемый словом, ставим, они играют решающую роль в нашей жизни. И здесь мне хочется упомянуть про исследование прошлого года Мичиганского университета. В мае 2019 года была опубликована работа, блестящая совершенно, в джамо, в которой было показано то, что люди, у которых есть чувство цели, по сравнению с людьми, которые потеряли это чувство цели, вот разница в смертности предевременной 2,2 и 43 раза. Можете себе представить, что человек, который потерял цель, в 2,43 раза чаще имеет вероятность, большую вероятность умереть преждевременно, чем человек, у которого есть эта цель. И здесь мне хочется сказать то, что в живых системах мы так устроены, вот сегодня об этом говорил и Крис Тагис Николас, и последние исследования в области системной эволюционной динамики показывают, что эволюционный процесс всегда происходил благодаря сотрудничеству. Сотрудничество является основной движущей силой эволюции, кооперация, не борьба за выживание, а именно способность объединиться и прийти к совместной общей цели, к общему стату деятельности, являлась для нас всегда способом развития, способом выживания. Поэтому вот этот элемент социализации, он глубоко в нашей структуре запрограммирован буквально на уровень генов, и в связи с этим то, что для нас является основной целью, приходит нам из сообщества, от людей, которые нас окружают. И в этом плане участие в школах, в системах по типу той, которой, например, занимается Макс, является именно тем самым социальным импульсом, который рождает контакт, рождает нашу способность двигаться и трансформировать свою жизнь. И в этом смысле вот если заглянуть в те триггеры, которые действительно поменяли наши поведенческие привычки, стереотипы, такими, например, для меня были социальные факторы для тысяч людей, я не сомневаюсь в том, что это был опять же в этот момент знакомство с кем-то или какой-то контакт или что-то еще у Макса. И я думаю, мы потом еще в дискуссии эту тему разовьем. Да, у меня даже записано было, я готовился о чем сказать, что цели, конечно, меняют в первую очередь, а второе – это сообщники по этим целям. То есть когда вы находите людей со схожими целями, не с противоположными, а именно вот вы придумали, что вы хотите на 20-й год, и вот дальше нашли тех, кому тоже что-то подобное, интересное, и вот с ними вместе. И тогда, конечно, это работает. Великая, может быть, история. Вот на этом хочется передать слово Владимиру, потому что Владимир, он как раз тоже много с этим и работает, и насколько, как мне, как я со стороны вижу, то, что вы делаете, вы делаете, по сути, сообщество большое людей, и вот Iron Man вообще же как проект – это целое движение, мне кажется. Макс же тоже, по-моему, Iron Man, да? Мы же тоже, мы партнеры вместе в одном проекте, поэтому мы вдвоем плюс еще 4 человека изначально объединились для того, чтобы раскачать лодку позднего спорта для взрослых людей. И сами прошли этот путь, увидели эту трансформацию. Макс достиг 115 килограммов на весах, а я – 120. Поэтому мы с тобой соревновались в этом плане. Вот, о чем я хотел бы сказать. Во-первых, Макс, спасибо тебе, потому что ты такую, знаешь, как палочку эстафетную передал по поводу целей и всего прочего. Сегодня потрясающий день. Сегодня 19 января 2020 года, и один из самых больших сервисов, который объединяет 48 миллионов активных пользователей, Страва, 19 января 2020 года, объявил днем постановки целей. И сегодня все пользователи, 48 миллионов человек, должны поставить эту цель и озвучить ее внутри этой социальной сети, где люди тренируются, готовятся к чему-то. А буквально, ну то есть, почему это важно? Перед Новым годом они выпустили краткий отчет, основанный на 48 миллионах собранных данных, выгруженных этими людьми. Это там больше сотни видов спорта и более 1 миллиона загрузок активности ежедневно. Можете себе представить, какие данные они собирают. Так вот, они сказали следующее, что все, кто откликнулся в прошлом году в этот день поставить цели, выполнили их, ну, практически за первые 7 месяцев. Это означает, что они ставили цель на 12 месяцев, а выполнили за 7 месяцев. И это сделали 70% участников этой социальной активной платформы. Я подумал, да, действительно, социум важен. Люди, публичные декларации, это все работает просто бронебойным способом. Если вы вдруг кому-то сообщили о своей цели и о том, что вы собираетесь делать, то наверняка вас будут потом как-то переспрашивать, как вы готовитесь, идете ли вы к ней, бросили ли вы курить или там еще что-то сделали. И вам будет каким-то образом, наверное, уже и неудобно перед этим человеком там сказать, слушай, я поменял, я снова заднюю скорость включил, и меня все устраивает, я не собираюсь менять ничего в своей жизни. Я вам, знаете, что хочу сказать? У меня, в принципе, все истории, они основаны как раз вот либо на личном опыте, либо на опыте предпринимателя, который учится в той же самой бизнес-школе Сколково. Так вот, однажды к нам пришел студент, и он так говорит, ну, я же хочу что-то исправить по бизнесу. А я говорю, слушай, на ближайшие 3 месяца мы еще выбираем цели, не связанные с бизнесом. Что бы ты хотел в своей жизни исправить? Первый, он говорит, я хочу бросить курить. Я говорю, супер, отлично, очень хорошая цель. За 3 месяца мы постараемся это сделать. Второй, он говорит, я хочу похудеть на 5 килограмм. Я говорю, а вот это уже не цель. Это ложная цель. Потому что если ты сейчас за 3 месяца сбросишь 5 килограммов, то когда все закончится, ты наберешь эти 5 килограммов, потому что ты, в принципе, как будто бы ты здесь поспорил. Давай посмотрим на это немножко с другой стороны. Что тебе в плане спорта нравится? Он говорит, бегать терпеть ненавижу. Он полненький, и он говорит, меня вообще это прямо раздражает. Но я, говорит, люблю плавать. Я говорю, отлично. Сколько ты километров проплываешь за час? Он говорит, километров за час? Ребята, да я больше 15 минут, говорит, сочинским брасом не плавал. Я говорю, хорошо, отлично. Давай тогда с тобой поставим цель, что, например, через 3 месяца ты за 1 час проплывешь 2 километра. Ну это же легко можно сделать. Совершенно спокойным, небыстрым темпом он говорит, да как это я? Я говорю, ну вот, вот тебе тренер, вот там еще что-то. Через месяц у него было уже минус 5 килограммов, а через 3 месяца за 56 минут он проплыл свои 2 километра. Во-первых, он полюбил активность. Мы же говорим про привычки в том числе. Он за 3 месяца полюбил новую активность. И он забыл о том, что на самом деле 5 килограммов просто ушли. Курить-то он бросил уже через неделю, потому что курить и плавать в принципе неудобно. И человек, да, человек просто сказал, слушайте, я им, эти секреты, они мне просто мешают. Я там задыхаюсь, у меня не работает то, другое, я потом весь бледный выхожу из бассейна. Посмотрите, получается, если бы мы думали только про его конкретную цель, бросить курить и сбросить 5 килограммов, а не нашли бы способ физической активности, то он бы наверняка как бы вернулся после выполнения этих задач. Сейчас уже прошел год с лишним, он по-прежнему плавает, он говорит, меня вообще не тянет ни курить, ничего, выглядит прекрасно, и он говорит, меня начали обращать внимание девушки. Молодой парень, а это же важно. Это важно в принципе для всех, хорошо выглядеть. Это один из первых принципов мотивации, просто привести себя в порядок. Это очень круто работает, пока вы себя не привели в порядок. Вторая стадия мотивации, это начать показывать результаты. Мы же говорили, он 15 минут плавал, или сделать за 60 минут, например, 2 километра. Когда мы свою цель и свои качественные изменения начинаем переводить в цифровой код. И ты тогда работаешь с цифрами, чуть-чуть побольше, чуть-чуть побыстрее, еще какие-то начинаешь измерять штуки. И это тоже мотивация, как и в стадии номер 2, она работает хорошо только до тех пор, пока ты, так говорится, выглядишь хорошо, начал показывать результаты, а потом и это может уйти. Вот третья стадия мотивации, я называю ее уровень бог, это ответить на вопрос, кому от этого хорошо. Хорошо, не случайно весь любительский спорт за рубежом и постепенно приходит к нам напрямую связан с социальной ответственностью. Пробежать 5 километров или пройти пешком скандинавской ходьбой с благотворительной целью, посмотрите, в Великобритании, в США, везде очень круто работает. Потому что даже пройти пешком, не знаю, 10 километров, это тяжело. У тебя есть всегда желание просто остановиться и сойти в сторону. И вот тут я понимаю, что есть две вещи, которые однажды мне озвучил на пробежке 15-летний парень. Он в 13 лет поступил в нашу бизнес-школу, в стартап-академию, тогда у него было два бизнеса. И я подумал, интересно, насколько молодые люди сейчас замотивированы что-то создать свое как можно раньше. И спустя там два года, когда он уже продал два бизнеса и управлял тремя бизнесами, ему наступало 15 лет, он приходит ко мне на пробежку и говорит, слушайте, а я вот на самом деле понимаю, почему мне важно общаться с людьми опытными, которые сами прошли путь, чуть-чуть взрослее, чем я, потому что я, говорит, вот к своим 15 годам разделил всю мотивацию на два блока. Внутреннее и внешнее. Внутреннее – это когда, говорит, мне самому хочется что-то создать. Вот у меня, говорит, драйвер, я хочу к 20 годам быть миллионером. Ну, парень из очень неблагополучной семьи. Мама алкоголичкой, постоянно его дуплила, а папа ушел из семьи и, в принципе, вообще не обращал внимания на ребенка. И вот у него внутренний огонь, чтобы к 20 годам быть независимым и самодостаточным. Это ничего, что он в 15 лет уже миллион рублей чистыми в месяц зарабатывал. То есть это его не останавливало, внутренне драйвер. А внешнее – это общение с людьми, которые могут стать, ну, такими негласными наставниками. И вот это я вдруг подумал, интересно, здорово. Ведь у меня же у самого когда-то такое произошло. Я до 94-го года был профессиональным спортсменом. Потом, когда карьера заканчивалась, я подумал, я же приду в мир к обычным людям, а там будет все – и сигареты, и алкоголь, и да все. То есть как мне с этим придется справиться, если у тебя была жесткая дисциплина, и все было запрещено. Ты аж обязательно попробуешь. Я вот прям, как говорится, как в воду смотрел. В 94-м году я попробовал сигареты. И вот это затянуло, как Пол говорит. Это прям какой-то, знаете, любой стресс. Еще что-то. У меня через два года две пачки в день было. Это был кромешный ад. Потому что я понимал, что это плохо. Но я, более того, я ушел из профессионального спорта в компанию, которая занималась производством табака, сигарет. И когда я приехал случайно на завод, в Финляндии он был, и когда меня повели по производственным цехам, и они говорят, вы знаете, этот завод работает только на Россию. Я в смысле, вот эти железнодорожные составы. Они говорят, каждый день 30 вагонов, все в Россию. Я думаю, ничего себе люди курят. Я вернулся оттуда. А, еще очень важный момент. Мы там встретились с человеком, который рассказал про бизнес-компанию. И вот представляете, вот этот такой круглый сыр, кусочек, да? И она показывает, наш табачный бизнес от всей выручки компании составляет 11%. Я думаю, интересно, а что же 89% оставшихся? И она говорит, а 89% выручки нашей компании составляет спорт. Я говорю, так, подождите, в смысле, вы и на ту, и на другую аудиторию работаете? Она говорит, да. Только как вы сами можете убедиться, людей, которые заботят свое здоровье, их больше априори. Люди, которые осознанно гробят свое здоровье, их априори меньше. И когда я вернулся оттуда, я подумал, все, мне пора завязывать с этими сигаретами, потому что я увидел, какое количество вы выкуриваете. И я подумал, что я как раз вот в этом числе. Но было очень тяжело. Я до сих пор вспоминаю этот опыт. Почему? Среда, внешняя среда, внешняя мотивация отсутствовала, потому что в коллективе все курили. И они говорили, ты уже не покупаешь сигареты, они говорят, пойдем-ка покурим-ка. И это способ пообщаться, да, там, в перерывах. Я подумал, как тут можно бросить, если внешняя среда не помогает. Сейчас я точно знаю, если в коллективе, который я принимаю, или с которым мы работаем, есть курящий человек, и у меня стоит задача сократить расходы, он первый или она первый на вылет. Просто потому что они крадут время и крадут других людей, которые вместе с ними уходят курить. Эти люди должны доплачивать компании за то время, которое они украли у рабочего времени, где мы должны были работать. Поэтому, если вдруг среди вас есть работодатели, и у вас есть курящие в коллективе, их сразу же на заметочку и первой волной сокращения из компаний. Потому что пользы они не приносят. Вот. Ну а дальше, собственно, что я могу сказать, что вот в ЦИОМ ссылочка была. 77% россиян на вопрос, что для вас критерии счастья, ответили абсолютно недавнему исследованию, «Отсутствие проблем со здоровьем». Представляете, чтобы быть счастливым, 77% людей в этой аудитории сказали, что просто достаточно быть здоровым. Но на самом деле это ложь. Потому что 77% людей в этой аудитории утверждают, что они здоровы. На самом деле это не так. У нас есть обратные цифры, подтверждающие, что с 25 лет до 50 лет самое маленькое обращение людей, взрослых, для того, чтобы проверить здоровье. Обычные ЧКПы. Они просто думают, что они здоровые. Но точка невозврата наступает по статистике в России почти ровно в 50 лет. И только люди типа Богуславского в 68 могут ставить цели. А у нас в соревнованиях самый возрастной участник ему 87 лет. А остальные с 50 лет и до конца своей жизни продолжают зарабатывать только на лекарства. Вот я бы хотел вам, людям, которые слушают нас здесь сегодня, подумать уже сегодня, 19 января 2020 года, о том, что жизнь это срочная штука, и у вас наступит точка невозврата рано или поздно, где вы будете дальше только работать на лекарства. А хотелось бы вести активный образ жизни, и это вопрос как? Через общество, отказ от речных привычек и втягивание каких-то новых, давайте так, хобби, интересов, которые вас будут драйвить вперед. Спасибо огромное, Владимир. Сразу мне захотелось, я почему сразу вспомнил, вот этот, знаете, есть Всемирный день целеполагания, называется Новый год. Вот сегодня получается. Нет, ну прям, нет, это просто каждый Новый год. А, это 31 декабря. Да, 31 декабря, бумажки, шампанское, огонь. Можно с шампанским, можно без, но реально это такой, знаете, как у меня есть такая метафора, как будто бы серотониновые волны счастья омывают земной шар, потому что это еще и Всемирный день осознанности, потому что никто так сильно не присутствует одномоментно. Пропадается 1 января. Да, так что можно на 31 перенести, это Всемирный день целеполагания совпадет. Вот, и тут же вспомнилась вот эта замечательная история по поводу двух аудиторий и снижения веса, потому что действительно вот эта цель снизить 5 килограмм, она абсолютно ошибочная. Если у кого-то есть, как это называется, проблемы с весом, вот, имейте это в виду. Было прекрасное исследование, проведенное университетом Калифорнии в Лос-Анджелесе, да, значит, по заказу медикэр, американская система, которая обеспечивает, финансирует, в общем, все страховые программы, они заинтересовались, а работают ли какие-то системы снижения веса впрямую. Вот, ну и для того, чтобы их финансировать, потому что это же снижение веса обеспечивает, так сказать, снижение рисков. Вот, и проанализировав те диеты, которые есть на рынке в трехлетней перспективе, они пришли к выводу, то, что оказалось, что две трети диетеров набирают больше веса, чем они теряют на диетах калорий-рестрективных. Поэтому это когда цель вот такая, снизить вес и ограничить метаболизм. Вот, в этом смысле это не работает, и происходит колебание сильной веса, и я думаю, многие, кто пытался снизить вес, знают об этом. Вот, и в этом смысле вот эта стратегия, когда мы дополняем что-то ценное, как некую привычку как раз, она действительно может сработать. Вот, и, да, и что мне хотелось сказать, то, что диеты основные в мире, они стоят примерно 50 долларов в месяц, подписка на них тоже большой рынок, примерно около 5 миллионов пользователей этих диет, вот, и всегда люблю задавать этот вопрос, кто знает, кому принадлежат самые крупные в мире диеты. Вы знаете, какие самые большие бизнесы в России? Во-первых, они основаны на женских аудиториях. Согласно официальной статистике, в России 85% женщин хотят быть, выглядеть красиво и быть здоровыми, не занимаясь спортом, ну, или физической активностью. То есть они в поиске, ну, и, прошу прощения, многие люди в поиске волшебной таблетки. Работая с предпринимателем, я вам точно скажу, бизнес номер один в России – это астрология, не нефть и газ, а астрология, потому что все деньги сидят там. А второе – это диеты, которые, в принципе, люди готовы расставаться с людьми, которые им пишут, что нужно съесть. Но по факту происходит следующее – мы достигаем цели ущерб здоровью. А наша задача – это в том числе рассказать вам, как можно достичь цели, улучшая свое здоровье, улучшая свой организм. Да, это вот очень важный момент, да. Так вот, принадлежат эти большие диеты, на самом деле, двух компаниям штатовским – Макдональдс и Хайнс. Это два самых крупных, да, владельца диет. Я поэтому вспомнил об этом, когда речь зашла про табак, там, и всю эту историю. Вот, и поэтому это очень выгодный бизнес. С одной стороны, прям, строишь здание, с одной стороны, у тебя диетологическая история, справа, там, Макдональдс. Вот, и в качестве одного из таких лайфхаков для мотивации движения в сторону, о которой сейчас и Владимир, и Макс говорили, мне хочется привести данные одного прекрасного исследования, которое было опубликовано в British, сейчас скажу точно, какой журнал, но это прекрасно, British Journal of Sports Medicine. Огромное исследование, 232 тысячи человек, Выборка. Исследование показало, что пробежки сокращают смертность от различных причин в среднем на 30%. При этом оптимальный эффект достигается при беге даже достаточно 50 минут в неделю. Вот, знаете, как для меня это в свое время стало очень важным открытием, что даже маленькие шаги в сторону, даже если ползти в сторону, можно просто лечь в сторону, это уже работает, причем это уже очень круто работает. Я в этом смысле люблю, например, очень сильно ходить, прогулки разные, даже просто когда прошелся до метро или просто проехался на метро, где-то прошелся по парку до следующей встречи, все это очень сильно работает. Поэтому вот эти маленькие, совершенно маленькие, маленькие шаги, они помогают действительно двигаться. То есть это каждый шаг в пользу здоровья, это значимо сказывается на нашем риске умереть. И я вот вспоминаю опять же свое тяжелое состояние, в котором я тогда оказался. У меня тут есть тоже предмет для дискуссии, потому что тогда для меня, например, не работала никакая мотивация. Мне было так плохо, что я даже, ну просыпаясь, мне надо было силы какие-то найти, чтобы встать. То есть вот такой сильный упадок. Ну и потом все это сопровождалось тем, что там в деньгах проблемы, в отношениях, где-то во всем. И в этом смысле бывает ситуация реально, когда очень плохо, вот. И в этом смысле поддержка, сопереживание людей каких-то других очень сильно спасает. И даже сегодня у нас еще будет одна секция про депрессию. Мы будем говорить о том, что депрессия сейчас выходит на первые места по структуре заболеваемости. И на самом деле смерть среди молодых в мире. И Всемирное здравоохранение два года назад делало целый год, посвященный борьбе с депрессией. Слоган этого года был «Давай поговорим». Вот это простой один контакт с человеком, который искренне тебя готов сопережить, что-то он спасает зачастую. Вот. И уже сегодня упоминалась еще одна замечательная тема. Тема медицины. Я ее очень люблю, поскольку сам врач, вот, и сам переживал разные сложные состояния в жизни, вот, является ли здоровый образ жизни, избавление от вредных привычек, гарантия, например, выхода из проблем. Но ответ на самом деле такой, что нет. Это очень частое заблуждение, когда люди, людям кажется, что они могут целиком вообще просто контролировать жизнь, управлять своим состоянием. К сожалению, это, наверное, не так, вот, потому что есть определенный спектр, я знаю много людей, которые прям супер ЗОЖ и заболели, например, экологическим заболеванием. У них такое разочарование возникает, что ну как же, я же вот как бы ЗОЖ там, да, но надо всегда понимать, что это не есть гарантия. Я, например, делаю ЧКП регулярно. Вот во вторник поеду делать очередной ЧКП, потому что мне важно отслеживать, тем более после Боретта надо следить там за тем, что происходит. Вот, и здесь, вот передавая слово нашему еще одному спикеру Алексею, да, и мне хочется сказать про то, что не все так однозначно, не все так просто, да, мы знаем, что существуют разные, в том числе и расстройства поведения даже, которые связаны со здоровым образом жизни. Как, например, есть понятие такое орторексия, вот, если не слышали, можете погугли, почитайте, мне кажется, оно уже, наверное, скоро будет введено в классификацию болезни, когда человек начинает загоняться по определенному типу питания, например, или начинает в ущерб здоровью, например, какие-то спортивные показатели тоже достигать, такое тоже бывает. Я думаю, ребята свои деятельности сталкивались, была история с рангкипером, когда было показано, что когда люди вот не работают в группе с тренером опытным и начиная вот двигаться только за показателями, они забывают о том, чтобы быть в контакте с телом, с ощущениями и травмируются. Я знаю, что очень многие люди, если у них нет специальной поддержки профессиональной в течение первого года, на которые говорят, я типа сам буду заниматься, у меня там достаточно секундомера и все, часто действительно в травмы попадают. Вот, и для этого как раз существуют опять же школы, вот, проекты, которые, в том числе, ребята делают, чтобы профессионально к этому отнестись, подойти. Ну вот здесь есть и орторексия, да, и есть необходимость медицины, Леша, да, можете вот об этом рассказать, наверное, о том, чем вы сталкиваетесь с своей деятельностью, и про чекапы, ну вообще про все в этой сфере, в общем, будем рады. Да, здравствуйте, ну я, получается, про чекапы буду уже третий раз за сегодняшний день рассказывать, давайте, может быть, попробуем, ну я предварительно в этой аудитории тоже уже говорил, поэтому, может быть, давайте все-таки скажем про то, как прожить реально подольше, и здесь было очень верно сказано, что 50 лет это уже довольно поздно заниматься своим здоровьем, потому что вот оптимальное время, когда вот прям надо взяться за себя, это 30-40 лет, когда надо сделать уже прям подробное обследование своего здоровья, в первую очередь, конечно, сердечно-сосудистой системы, потому что сейчас заболевание сердечно-сосудистой системы, чем раньше мы начнем заниматься этой проблемой, у нас есть все инструменты для того, чтобы жить подольше. В журнале Circulation была как-то опубликована в 2008 году статья, в которой было показано, что, в общем, мы можем, в общем-то, в 90% случаев предотвратить инфаркт миокарда, если рано начнем, во-первых, диагностику, рано продиагностируем у себя, например, высокое давление, которое механически травмирует стенку артерии, и артерия быстрее изнашивается, это приводит к ранним инсультовым инфарктам. Если мы рано поймем, что курить вредно, в 30 лет мы откажемся от курения, и сейчас мы с вами поговорим, наверное, об этом, как это сделать. То есть, чем раньше мы справимся, чем раньше мы узнаем что-то про себя, чем раньше мы поймем, как с этим справляться, тем дольше мы проживем, но точно мы избавимся от сердечно-сосудистых заболеваний. У нас говорят, что мы, так, довольно цинично, что будут доживать до своего рака и болезни Альцгеймера, но на самом деле и с онкозаболеваниями сейчас ситуация, в общем-то, все лучше и лучше, сейчас происходит революция в онкологии, каждый день появляются новые препараты от новых типов опухоли, поэтому у нас есть очень большие надежды по поводу того, что каждый человек будет жить очень долго, и нам надо сохранить как можно больше здоровья. Давайте поговорим об основной причине, которая сокращает продолжительность жизни, это курение. Мы говорили про гипноз, но гипноз не на каждого россиянина найдется, наверное, гипнотизер, я подозреваю. Есть медицинские, в UpToDate есть подробная инструкция по поводу того, как бросить курить. У нас есть масса мифов по поводу курения. Многие люди говорят, вспоминают вот этого знаменитого дедушку, который выкуривал две пачки беломора или самосада и прожил до 90 лет. У каждого курильщика есть этот родственник или родственник его какого-то друга, про которого он всегда вспоминает, когда речь заходит об отказе от курения. Есть еще один миф, миф про то, что люди, которые... Врачи, врачи не рекомендуют резко бросать. Это так вредно для здоровья, говорят эти люди. Это тоже история. Многие не совсем понимают, думают, что это проблема с раком легких, или они боятся, что отказались они от курения, а вред для здоровья уже нанесен. Но на самом деле это не так. Основная причина курения, основное последствие курения, это даже не рак легкого. Рак легкого действительно там довольно длительные его последствия. Через несколько лет еще проявляются даже у людей, которые бросили курить. Но рак легкого это не такая важная проблема. В первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания. Каждый раз, когда человек курит сигарету, продукты горения всасываются через легкие и сразу попадают в кровоток. Это химически активные молекулы, свободные радикалы, которые травмируют. Я рассказывал на предыдущей лекции, что травматизация стенки артерии происходит повышенным давлением. То курение точно так же травмирует стенку артерии, только оно химически обжигает стенку артерии. Холестерин, который есть у каждого человека в крови, там неважно много его или мало, он будет пытаться замазать это повреждение стенки артерии, он будет проникать в среднюю оболочку, будет расти атеросклеротическая бляшка, плюс этот холестерин будет окисляться, он станет интересен для нашей иммунной системы, возникнет системное воспаление вдоль стенки артерии. И, в общем-то, это основная причина, по которой мы быстрее стареем. То есть у нас быстрее стареют наши сосуды, значит, быстрее развивается бляшка, она разрывается, на ее поверхности образуется сгуст крови, тромб, закупорит просвет артерии, инсульт, если это происходит в сердце, инфаркт, голову, мозгу, и это основная причина смерти 55% россиян. То есть курить, бросать надо обязательно, но мы должны понимать, что никотин – это всего лишь наркотик, который заставляет курить снова и снова. И вот в UpToDate есть две методики отказа от курения. Первая методика – это негостинозаместительная терапия. То есть злостный курильщик наклеивает себе пластырь на руку, и когда у него возникают позывы к курению, он еще использует жвачку никотиновую или никотиновый спрей для того, чтобы не курить. То есть мы не говорим человеку «давай, соберись, возьми силу воли». Мы понимаем, что люди слабые, большинство из нас не являются лидерами. Вот есть такая методика. Вторая методика связана не с никотинозаместительной терапией, а с блокаторами рецепторов к никотину. Это варенеклин, такой препарат, который блокирует рецепторы к никотину, и мы перестаем испытывать удовольствие от курения. То есть когда человек курит сигарету, он курит сигарету, при этом принимает эти препараты, и у него разобщается процесс курения и получения удовольствия. То есть вот этого выброса дофамина не происходит, этого ощущения предвкушения удовольствия не происходит. Человек через какое-то время ему легко отказаться от курения. Помогают антидепрессанты. По-моему, бупропион у нас почему-то запрещен сейчас в продаже, но в западных рекомендациях, в рекомендациях UpToData эти вещества указаны. Обязательно надо указать дату для себя, отметить дату, когда вы хотите отказаться от курения. Рассказать всем своим знакомым, чтобы они вас поддерживали в процессе. История про алкогольную зависимость – это тоже довольно серьезная история. У нас принято там заигрывать. Каждый алкоголик, конечно, вспоминает какое-то техасское исследование, где показано, что человек, если он употребляет небольшое количество алкоголя, он живет дольше, чем человек, который не пьет вообще. Но последнее исследование, опубликованное в журнале Lancet в прошлом году, по-моему, в ноябре, показалось, что это разные, статически разные люди. То есть люди, которые не пьют вообще – это одна социальная страта. Это люди, которые не пьют либо по медицинским причинам, потому что у них есть проблемы со здоровьем. Я, конечно, не учитываю здесь религиозные всякие истории. Либо люди, которые не пьют вообще. Вы все их знаете, что это люди, которые когда-то уже отпили свое, выпили свою цистерну, и вот они сейчас говорят, что нет. И люди, которые могут пить по чуть-чуть – это тоже специальные люди. Это люди, которые вообще все в своей жизни контролируют. Люди типа Макс, типа Владимира, которые могут собраться, взять себя в руки, когда они находятся на каком-нибудь корпоративе. Я 20 лет себя контролировал. Работал в алкогольной индустрии. Да, да, да. Ну, то есть люди сверх контроля. Эти социальные страты, они чаще всего не пересекаются. Если ты можешь выпить на корпоративе два бокала красного и уйти домой спать, а все остальные там ходят колесом, то, скорее всего, и уровень заработной платы, и карьера будет лучше. А мы знаем, что люди, самый основной фактор долголетия – это финансовый достаток, разница в продолжительности жизни у людей в двух разных концах финансового достатка достигает 14 лет, то есть такая продолжительность жизни. Поэтому в целом, конечно, вот это заигрывание с алкоголем, говорить там про французский парадокс, про все эти истории, доказано, что алкоголь – абсолютное зло. Хотя, конечно, не для очень многих людей алкоголь является единственным способом отдохнуть у нас. Это единственное вещество, которое можно рекреационно использовать. И здесь, в общем-то, возникают проблемы. Каждый из вас, если вы чувствуете, что у вас с алкоголем что-то не складывается, если у вас возникают проблемы, в ВОЗе есть такой тест, он называется тест-аудит, который помогает определить, насколько выражена эта зависимость. Есть группа психологической поддержки, самые банальные – это анонимные алкоголики, которые могут помочь людям с алкогольной зависимостью. Про психологическую поддержку расскажет, наверное, Михаил Хорс. Алексей, мне кажется, алкоголик, он никогда не скажет, что он алкоголик. Ну, да. Дело в том, что, с моей точки зрения, все хорошо в меру. И вот эти крайние отказы, я не буду, потому что так вот чего-то вдруг повелось, тоже ни к чему хорошему не приводят. Если человек тренируется и может себе позволить бокал-два вина после тренировки, да почему бы и нет, он же себя не делает заложником. Если он знает, что завтра утром на работу и потом снова на спорт, и есть какая-то цель, ради которой он готовится. Ну, мы сейчас говорим немножко про разные, я как раз к этому хотел подвести, что, в принципе, медицина должна быть гибкой. Если человек, например, с тяжелыми зависимостями, мы говорим про тяжелую алкогольную зависимость, конечно, только абсолютный отказ от алкоголя поможет человеку, но, тем не менее, есть концепция снижения вреда. При некоторых зависимостях у людей, даже если он очень сильно хочет отказаться, например, при героиновой зависимости, частота пятилетнего воздержания не превышает 5%. Поэтому таким людям, конечно, нужны определенные государственные концепции снижения вреда. Поддержка государства в этих ситуациях нужна, потому что героиновый наркоман, он не перестанет... Извините, почему вступаю с вами в спор? Потому что, ну, так же общаюсь с людьми, которые, в принципе, там, не знаю, они говорят, вот у меня на этот год определены цели, но я их могу спросить про ограничения. Ты вводишь какие-то ограничения в свой образ жизни? Многие из них говорят, слушайте, а я не хочу быть заложником той или иной концепции. Если даже человек активно ведет образ жизни, ходит в день больше 10 тысяч шагов, или вообще готовится какой-то там, не знаю, пробежать 10 или 21 километр, и он говорит, так, мне нужно что-то скорректировать в своем питании. И мой совет будет, слушай, ешь все. Потому что, если ты ведешь активный образ жизни, и у тебя есть запрос на какую-то еду, больше овощей, больше фруктов, я не знаю, кусок мяса захотелось, так съешь, ты же все равно это сгорит. Ну, то есть, ты можешь, конечно, понимать, что тебе нельзя, и где тебе какую-то нужную меру знать. Но, в целом, у активных людей, я еще ни разу не встречал там алкоголиков и тунеядцев. То есть, у них... Они все померли. Нет, нет, просто, на самом деле, что я хочу сказать. Вот, среди активных людей проблематика другая. Дело в том, что у нас в России, у обычных людей инстинкт самосохранения чуть ниже плинтуса. Что это означает? Что если все куда-то побежали, то и мы побежали. Почему можно ли тебе... Да не знаю, вот как-то поддался влиянию. Я говорю, слушай, вот любительский спорт в нашей стране, он растет сотнями процентов в год по разным направлениям. Количество несчастных случаев, связанных с этим, растет сотнями процентов в год. Почему? Потому что люди начали заниматься чем-то, там, бегать, прыгать, плавать, не зная возможности своего организма. И прежде чем ты хочешь пойти... А основная проблема, вот вы правильно подчеркнули. Возьмем статистику 2018 года. 55% смертельных случаев в Москве произошли из-за проблем с кровеносной системой. Это означает... Там среди них, кстати, и спортсмены в том числе. Побежали, вылетел тромб, все, до свидания, домой не вернулся. Было бы неплохо, если ты хочешь что-то поменять. Первое, сделай чекап, пройди полноценный медицинский тест, пройди функциональный тест. И то, чего люди вообще практически не делают, согласно статистике тех же самых наших диспансеров, они не приходят сделать УЗИ сердца и УЗИ кровеносной системы. А просто вот взяли и побежали. Так вот, знание возможности ресурсной базы своего организма может очень много открыть для вас границ, что на самом деле вы можете сделать сегодня, вот в том возрасте, в котором вы находитесь. И вовремя сделать корректировки просто приведет вас к тому, что вы будете активным до 60, до 70 и, может быть, даже до 80 лет. Это же здорово. Просто знать, на что способен ваш организм сегодня и что ему нужно дать для того, чтобы улучшить эти показатели. Цифровое «Я» — это будущее. Это составление своего цифрового аватара, который живет идеальной жизнью. Это было бы здорово. Да, спасибо большое. Давайте поаплодируем. Да, и перед тем, как передать возможность вам, чтобы задать вопрос, мне, наверное, какое-то суперкороткое такое резюме хочется сделать. Да, то есть вот то, о чем мы сейчас говорили, вот есть одна фундаментальная проблема, связанная с нашей психологией, с нашим сознанием. Дело в том, что когда человек плохо себя чувствует и не находится в контакте с своим ощущением, с своим телом и не умеет получать удовольствие от поседневной жизни, возникает импульс, желание отрегулировать свое самочувствие с помощью каких-то веществ, с помощью каких-то факторов, которые мы используем как искусственный регулятор нашего состояния и настроения. И здесь включается очень негативный механизм. Дело в том, что когда наши цели буквально определяют наше восприятие, когда я начинаю, например, что-то употреблять, я автоматически попадаю в состояние измененного сознания, мое поведение драматично меняется. В этом смысле, наверное, как такой важный, очень уникальный ключ, который можно посоветовать, который можно порекомендовать всем, это находить для себя, в первую очередь, сообщество, какую-то среду, в которой можно соприкоснуться с людьми, во-первых, которые проживали сложный опыт. И здесь вот рекомендация, опять же, и сообщество, на них алкоголь есть с алкоголем, действительно серьезные проблемы, может быть полезны. Это могут быть и профессиональные, и профессиональная помощь стороны психологов, психотерапевтов и медиков, это может быть сообщество и школы, которые связаны со здоровым образом жизни. Действительно, мне хочется поддержать Володю, то, что вообще аудитории разные бывают, потому что вот одно дело, допустим, я сейчас нахожусь в таком состоянии, когда у меня достаточно много сил, энергии, желания заняться, например, физической активностью. Где бы я ни был, там на Бали, в Горном Алтай или где-то, я люблю гулять, бегать, мне нравится это дело, и обливаться, и так далее. Но был момент, когда было прям хреново, и мне там было вообще ни до чего. Мне тогда очень сильно помогла такая практика молчания, медитация, просто выделять время, чтобы побыть с собой неправильным, хотя бы чуть-чуть. И очень сильно мне помогла социальная поддержка людей, которые были близки по духу, и вот эта искренняя возможность выразить себя, поделиться своими чувствами, переживаниями, так, чтобы тебя приняли. Вот это давай поговорим. Мы даже целую социальную сеть сделали на том этапе, для людей, у которых вот такое тяжелое состояние. Сейчас у нас школа системы управления здоровьем как раз опирается на этот механизм, первую очередь, социализация. То есть люди приходят и учатся делиться своими чувствами, переживаниями, такой шеринг чувств. И это помогает очень сильно выбраться со дна, оттолкнуться. И дальше вот маленькими шагами, потихонечку, даже тому совсем плохо, но даже лечь в сторону здорового образа жизни и спорта, это уже работает. Я уже не говорю о том, что дальше следующие шаги. А можно я здесь добавлю? Вот когда мы с предпринимателями работаем, любой проект, в том числе проект по изменению чего-то внутри себя, он начинается всегда с вдохновения. И вот это вдохновение, его можно поймать из разных источников. Их, как правило, три. Это фильмы, книги и люди. Вот сегодня у нас происходит третий вот этот элемент, это когда мы общаемся и готовы делиться своим опытом. Но мне на Новый год подарили книгу, она называется просто вопросом, «Как сильно ты этого хочешь?» И написал ее спортивный психолог Мэтт Фитцжеральд, он легендарен большим количеством книг про спорт. Я прочитал эту книгу взахлеб за 10 часов, потому что это было все. Он разложил психологию профессиональных спортсменов, почему они не достигают своих значенных результатов. И я подумал, в обычной жизни происходит все то же самое. Я не могу ответить себе на вопрос, если хочу себя что-то поменять, как сильно я этого хочу. И вот здесь, если возникает ступор, да ладно, и так сойдет. Так оно все и остается. Так спортсмены не становятся олимпийскими чемпионами, а довольствуются вторым или третьим местом, потому что не могут побороться за секунду. Да, спасибо большое. Давайте поаплодируем. И давайте перейдем к вопросам, потому что, как вот, я не знаю, с микрофончиками, Кость, нам поможете, да? Добрый день. Здравствуйте. Спасибо большое вам, Дмитрий. Спасибо. Спасибо большое всем спикерам. Система управления здоровьем forever. Спасибо. Вопрос такой. Значит, ну, во-первых, плохо, конечно, что вы в основном про курение, про курение, про курение. Много других плохих привычек. Тут 95% никто не поднял руки, что курит. Вот. Скажите, пожалуйста, вот с детьми как быть? То есть они уходят в другую среду, в школе, в лагере, там еще где-то, и все. И там получается, что им надо попробовать все-таки, разрешить, не разрешить, как быть вот с детьми. Потому что здесь мы сами для себя вот поняли, что мы там не курим, не пьем, в здоровый образ жизни идем, а дети, они все-таки... Понятно, да? Спасибо большое. Представьте, пожалуйста, а то я вижу, что у вас Антон написано. Куркин Антон Александрович. Да. Международный аэропорт Шереметьево. Спасибо большое, да. Давайте, ребята, у кого есть дети, поделитесь. У меня четверо могу там поделиться. Буквально вчера, ну у меня два дня, почему-то утром идут разговоры про детей. Позавчера у меня была встреча с моим товарищем, у него трое, и 16, 12, 5. У меня дочки 9. И он сейчас делится со мной, что происходит с 16-летней дочерью, вот этот процесс взросления, какие проблемы и сложности. И мы, когда с ним бежали, я говорю, вот давай сейчас, что бы ты сделал по-другому, если бы у тебя была возможность исправить вот эти ошибки. И он говорит, ты знаешь, я бы дал чуть больше свободы своей дочери, чтобы не сову на глобус натягивать и делать из нее идеальную дочь, как хотел бы родитель, а дать ей возможность принимать решение. Я говорю, слушай, а ты читал, есть такая книга после трех уже поздно, японского автора, и он говорит, нет, вот я говорю, тебе ее надо было прочитать еще до того, как у тебя появился первый ребенок или в самый первый период времени, потому что это про систему выбора. И если вдруг есть конфликт родителя с ребенком, а сейчас основной конфликт родителя с ребенком, это гаджеты и время, и там происходят стычки, когда один ты, тупица, проседаешь там в этой сети, лучше бы шел учиться. Я говорю, подожди, а ты не поговорил вообще, что он там делает или почему она там находится? У меня был яркий пример в этом году. Моему другу, ему там сейчас 48, сыну 18, последние 7 лет у них жесткий конфликт в семье. Я говорю, почему? Он говорит, он в компьютерные игры играет. Я говорю, ну ты с ним разговаривал? Может быть на спорт? Он говорит, я его туда-сюда, ему ничего не нравится, он хочет быть там. Я говорю, в какие игры играют? Он говорит, Дота 2. Я говорю, отлично, значит он не один, там их пятеро должно быть. Ты знаешь, с кем он играет? Он говорит, я не знаю. Я говорю, давай мы с ним поговорим. Выяснилось, у него есть команда, они разные в городах живут, вместе встречаются в сети. Вопрос был, скажи, пожалуйста, у тебя есть амбиции стать профессиональным спортсменом в киберспорте? Он говорит, да какие амбиции, у меня папа сейчас прибьет. Ты понимаешь, да, что у них внутри? Он говорит, я бы и рассказал ему, что я могу стать спортсменом, а это новый вид спорта. Через 5 лет он по бизнесу станет больше, чем NBA, через 10 лет больше, чем футбол. И заработок у этих ребят в средний возраст 21 год уже свыше миллиона долларов в год. Огонь. То есть получается, мы сейчас на стыке поколений, где мы не понимаем, как быть здоровым одному поколению, давая возможности быть здоровым другому поколению. Коммуникации, свобода и эксперименты, право выбора. Вот то же самое я сейчас делаю в своей семье. Мы с дочкой регулярно каждый месяц уходим на разные спортивные события. Киберспорт, баскетбол, футбол, хоккей, легкую атлетику, плавание, чего угодно. Я просто со стороны наблюдаю, что ей понравится. И вот однажды он приходит, говорит, хочу большой теннис. Пошли пробовать. Пап, хочу плавать. Пошли пробовать. У молодых людей сегодня, они не могут принять решение, в чем остаться надолго. Им нужно все вот это перепробовать. Конечно. Да, хочешь только поддержать, да, я не знаю, как у вас, коллеги, есть ли? Да, Пол, может поделитесь. Есть. Да, о детях или о чем? Ну, на самом деле, что я заметил, многие люди, да, например, есть у вас список целей на год, на следующий год. Да, многих есть. Это многие делают в начале года. Вот, например, да, нужно сбросить вес, допустим, да. Вы купили карточку в зал, но к концу января уже не ходят в этот зал, да, что они говорят, да, я потеряю очень много килограмм, да, и цель слишком амбициозная. Нет, конечно, хорошо ставить амбициозные цели, но если у вас будет очень слишком амбициозная цель, нужно ее разбить на маленькие по цели, да, и действия. Например, когда вы будете худым, да, вы будете хорошее состояние здоровья, да, но что мы делаем? Да, вот два момента, да, то есть мы это в обратную сторону разворачиваем, да, например, мне нужна хорошая работа, новая, да, а что перед этим нужно сделать, до того, как получить новую работу? Он говорит, ну, до этого я пойду на собеседование, а до этого я еще должен в интернете найти, да, вот, например, человек-инженер, да, и что еще нужно сделать? Нужно делать маленькие шаги, то есть, например, я приду в хорошую физическую форму, нужно начать сначала с прогулок, потом дольше гулять, а потом еще дольше, а потом можно начать бегать, да, то есть пара человек, они пробежали марафон, да, они, например, уже долго не занимались вообще, и у них был избыточный вес за несколько месяцев, да, Не надо думать, что вы сразу завтра побежите марафон, да, нужно дать себе времени. Что вот здесь важно? Если вы можете каждый день себе сказать, я сделал какой-то шаг на пути к этой цели, ваш легче будет эту цель достигнуть. Есть друг, который говорит, если вы скажете, вы каждый день планируете свой день, то вы с большей вероятностью выполните свои задачи и цели, потому что вы энергию вкладываете, вы концентрируетесь на этих действиях, все нужно планировать тоже. Чуть-чуть про детей вы в сторону отошли, но, значит, про детей я от себя добавлю, я думаю, мы, наверное, будем завершать уже нашу дискуссию, нам показывает, что пора. Ну, вот у меня их четверо, 15, 13, 6 и 4, надо вспоминать, что сейчас вот скоро будет 29 февраля, 4 младшему. Вот. Я, Володя, просто поддерживаю горячо то, что ты сказал, потому что тут работает контакт и диалог, и работает среда здоровая в семье, то есть надо жить так, как... Знаете, у Льва Толстого, по-моему, было высказывание очень хорошее тоже, говорит, я, говорит, ненавижу педагогику и медицину, это лженауки, ну, потому что, говорит, там, педагогика это про то, как живя противно, значит, обучать другому, а медицина это как, живя в разрез законами природы, быть как-то здоровым, вот. Вот, говорит, не получается так. Вот, поэтому здесь то же самое, это стиль жизни, то есть если я буду курить и говорить, курить вредно от этого... Не срабатывает. Да, ребенок будет понимать, что надо курить и говорить, что курить вредно, вот. Поэтому здесь только свой образ, свой ритм жизни и принятие, безусловно, потому что вот это мне понравилась история с киберспортом, потому что, ну, а как без диалога и без среды это... Мы в этом году отвезли отца или сына на киберспортивный турнир вдвоем. Они сейчас лучшие друзья, им нужно было просто вместе сходить, чтобы один рассказал другому. Это коммуникации, отсутствие и принятие чьей-то стороны. С детьми сейчас будет сложнее и сложнее, это в основном из-за того, что технологии проникли в их жизнь настолько глубоко, но там же есть и здоровье. Да, поэтому, да, один в поле не воин, одним словом, все. Спасибо огромное за ваше внимание и спасибо нашим спикерам за сегодняшнюю дискуссию. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо.